Всем привет, родненькие! Меня зовут Куцей Сергей и я рад вас приветствовать на канале Каталог Воблеров. Вас обманули в интернете. Вы заплатили деньги за какой-то товар, какому-то интернет-магазину, не получили ни товар, ни деньги назад. Я сегодня расскажу, что вам нужно сделать, не выходя из дому за пару буквально минут, для того, чтобы у вас появился огромный шанс и наказать обидчика, разводилу и вернуть свои деньги. Всем привет, друзья! Это второе видео по данной теме. В первом видео я рассказал свою историю. Есть такой замечательный, вернее был, благодаря нашей деятельности небольшой, такой магазин, который назывался jp.snasty.com.ua Этот магазин предлагал какие-то супер низкие цены на товары, либо же предлагал товары, которые уже сняты с производства. Я вот попался на втором. Оплатил еще в начале года деньги за смазку от Shimano и не получил ее до сих пор. И, конечно, денег мне никто не вернул. Я снял первое видео с целью найти таких же обманутых людей, как и я. Потому что эту ситуацию я уже проживал, проходил. И для того, чтобы дело двигалось быстрее, нужно несколько истцов. Вот несколько людей, которые напишут заявление. Тогда дело стартует буквально моментально. После выхода видео, мне не то, что там информацию насыпали о людях, и сами люди писали, конечно, которых развели. Но сбрасывали ссылки на ветки форумов, где там просто сотни сообщений от людей, проклятия, какие-то матюки, которых также развел этот магазин. Я это все смотрю, такое огромное количество кинутых людей, а магазин продолжает работать. Вот на момент съемок первого видео и до подачи моего заявления этот магазин нормально себя работал. Без проблем кидал людей дальше. Вообще, красавчики, не стеснялись. Были такие люди из-за границы, которые проплачивали за три посейдона 1600 евро и получали какой-то липовый трек-номер. Вы понимаете масштабы этих? Я не знаю, как их даже назвать. Так, вышло первое видео. Нас собирал я опрокинутых таких же людей. И никуда идти не нужно. Если вы физически пойдете в отделение полиции, я когда-то это уже все делал. Пришел, это было, правда, уже давненько, может сейчас чуть быстрее все. Мне показали огромное количество заявлений похожего типажа. Кинули, кинули там OLX сайты, какие-то магазины. И сказали, что ну хочешь пять лет ждать, пиши заяву, будет она когда-то рассматриваться. Этого делать не нужно. Вам нужно сесть за компьютер и ввести адрес отдела по борьбе с киберпреступностью. Адрес у вас вот на экране, кому нужно пользуйтесь. Вы заходите в первую вкладочку, в первую вкладку, яка называется «Зворотный звезок» или «Обратная связь». И дальше абсолютно элементарная, состоящая из пяти шагов процедура, в которой просто нужно указать свои данные и описать преступление, которое произошло. Как вас кинули. От себя просто. Не нужно там быть ученым каким-то, чтобы никто не боялся. Потому что те люди, о которых я не знаю, друзья, вот это видео, все, что я рассказываю, вы должны проделать тоже по этому магазину. Потому что вот наши все заявления уже в работе. В работе я создал первое заявление, потом попросил всех тех людей, которых также опрокинули, я информацию о них включил в свое заявление и попросил каждого из них создать дублирующее заявление только от их лица. Чтобы дело двигалось очень быстро. В общем-то, когда вы пройдете эту короткую процедуру, укажете свой адрес, телефон, контактные данные, вы получите номер заявки. Вот после того, как я прошел эту процедуру, через два часа, через два часа буквально, перезвонил мне сотрудник этого отдела, девочка приятная, задала кучу вопросов. Я сказал, что на почту вам пришло письмо, там есть адрес, на который нужно отправить фото написанного от руки заявления. Я написал заявление, прикрепил к этому письму чек оплаты магазину за товар и отправил. Через буквально несколько дней мне приходит письмо, что уже электронная заява под номером таким-то, таким-то передана по месту моего жительства, конкретно исполнителям, тем людям, которые будут заниматься этим делом. Что важно? Важно то, что магазин работал, продолжал работать и как бы грабил людей дальше. Если вы сейчас придете на сайт этого магазина, он уже не работает. Я думаю, что сниму по этому видео и третью часть, в которой, ну уже какое-то судебное разбирательство будет, возможно, наказание человека по имени Олег, который нас так всех красиво разводил. Олег из Конотопа, привет тебе большой, скоро до тебя доберутся криворожские и не только полицейские. Люди из разных городов, из разных стран, я не знаю, как там человек этот будет выкручиваться, но прилипнет он очень серьезно и запомнит и смазки эти, и спиннинги на всю свою жизнь. Парни, девушки, кинули, на попе ровно сидеть, ничего не вернете, никого не накажете. Действуйте, ничего сложного нет, пишите электронные заявки, прилагайте подтверждение оплаты, заявление от руки написанной, либо электронные с помощью электронных подписей подписаны. Что одно, что другое для современного человека не проблема и получите результат. В третьем видео уже будет, ну вот, финал этой истории. На данный момент сайт уже не работает и все производства уже разъехались к их непосредственным исполнителям. Потому, друзья, все получается и вот уже очень скоро, надеюсь, выйдет третья часть этого видео. Всех благодарю за просмотр и да, еще одно. Все это я рассказывал как гражданин Украины, как это работает в других странах, не знаю. В Украине работает именно так быстро на данный момент и вот результативно уже. Всех благодарю за просмотр, не хвастанье чешуи, до скорых встреч.